Друзья, всех приветствую! На торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и снова продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Ну что ж, давайте начнем снова с рынка нефти, который сейчас контракты бренда торгуются на отметке 20.76 после экспирации. Мы, друзья, снова снижаемся и идем к тем минимальным уровням, которые были достигнуты локально накануне, по бренду это 17.46, и это уже действительно то, что заставляет восхищаться позицией продавцов. Она настолько устойчива и настолько агрессивна, что не верить в то, что котировки окажутся на еще более донных уровнях сейчас по меньшей мере даже глупо. Друзья, сегодня лично для меня очень важный день, потому что я принял решение, вот прямо сейчас на брифинге анонсирую позицию, я хочу выйти из коротких позиций. Я хочу выйти из этих затяжных шартов, в которых находился больше трех месяцев. И, честно говоря, нефть за последние три с половиной месяца дала нам возможность заработать больше тысячи процентов. Не хочу сейчас допытываться, опять же, сколько из этого движения урвали вы вместе со мной, но очень хочется верить, что кто-то из вас прокатился на всем этом нисходящем ралли, поскольку также, как и я, видел причины распродаж, которые и привели бренд и WTI к тем уровням, на которых они находятся сейчас. Если вы не смогли использовать этот потенциал, но также хочется верить, что вы, по крайней мере, не сильно потеряли на этом движении. Например, если ранее ставили на покупки, хотя не знаю, на основании чего вы покупали. В общем, друзья, не расстраивайтесь, возможностей для заработка будет еще очень много. Если вы считаете, что ситуация с рынком нефти уже не удастся повторить в других финансовых активах, ну, может быть, вы и правы. Но в то же время, работая, например, с отдельными валютными инструментами, можно будет приобщиться к новым формирующимся трендам и там. Например, не забывайте то, что по евро-долларам мы с вами ждем чуть ли не паритетные значения и будем бить именно на политическую рассинхронизацию, возможность развала Европейского Союза после того, как закроется вообще вот эта тема с кризисом и с распространением пандемии. Не забывайте также и про фунт, который остается еще одним аутсайдером рынка Форекс, поскольку мы с вами готовимся к неизбежно по-прежнему, на мой взгляд, жесткому Брэкзиту. Не забывайте про золото. Сегодня, кстати, я дам с отсылкой на один инвестбанк цель, которая должна порадовать тех, кто ждет этот актив повыше. Ну ладно, давайте вкратце. По нефтянке, друзья, повторюсь, я на 90% закрываю короткие позиции и чуть-чуть оставляю в расчете на то, что нефть может реально сходить еще ниже, тем более, что впереди у нас данные по запасам нефти США. В 17.30 выйдет этот отчет. Накануне американский институт нефти показал, что запасы выросли на 13,2 миллиона. От официальных данных мы ждем, в принципе, похожие цифры, хотя по прогнозам сегодня ожидается прирост на 16 миллионов. Это еще одно доказательство того, что сейчас идет просто титаническое затоваривание складов, а именно отсутствие мощностей, свободных хранилищ для того, чтобы склонировать нефть. Это и является основной причиной, из-за которой котировки валятся. Это проблема, которая превосходит одновременные падения спроса и роста предложения. Помните ситуацию с майским фьючерсом WTI, когда мы увидели отрицательное значение? Это опять же следствие того, что те, кто досидел эти контракты до самого последнего момента, просто осознали, что эта нефть никому не нужна. Не нужна она только лишь по той причине, что хранить ее сейчас негде. Или если есть где-то свободные хранилища, то за их аренду берут очень большие деньги. Поэтому, друзья, все эти факторы, которые раньше назывались, обозначались в качестве причины для снижения цен на нефть, они никуда не деваются. Сейчас обсуждают возможность досрочной внеплановой опять же встречи ОПЕК, в ходе которой могут согласовать все-таки начало снижения нефтедобычи. Не с 1 мая, как это было оговорено в прежнем соглашении, а вот уже сейчас. Но мы уже давно с вами определились, друзья. Но вот этих жалких 9,7 миллионов по сокращению добычи будет недостаточно. Поэтому все равно рынок нефти будет под давлением. То, что я в целом уже не нахожусь в приличной позиции, скажем так. Это не значит, что я не буду давать вам информацию. Она будет, друзья, потому что знаю, что остаются многие из вас в этих коротких позициях. И я буду, по крайней мере, мысленно с вами. Рубль 77,06 будет 80 совсем скоро. Индекс американского доллара 100,4. Помимо того, что американская валюта сейчас должна расти, да и растет на том, что происходит на рынке нефти, на этих панических настроениях, на снижение американского фондового рынка и страхах за американскую экономику, есть еще один фактор. Вы знаете, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится сейчас в политическом состоянии после операции на сердце. И эта тема интересна тем, что поднимаются вопросы преемственности власти в стране, где есть ядерное оружие. Я думаю, что в следующих брифингах мы чуть подробнее затронем эту тему. Но в целом по индексу очевидно сейчас, друзья, лонг. Золото 1681, Бэнк Уф Америка дала прогноз, пересмотрела, точнее, с 2000 долларов за тройскую унцию до 3000. Прекрасная цель, тем более, что с текущих значений можно фактически удвоиться. Доллар-канадец растет, друзья, зарабатываем и здесь. Причина обвал рынка нефти, причина ожидания новых мер экономического стимулирования. Сегодня в 15.30 выйдут данные по инфляции, которые, скорее всего, станут еще одним стимулом. Для которого, из-за которого Банк Канады рассмотрит возможность увеличения программы QE, помните, через покупки облигаций провинции. В общем, все сейчас в пользу того, чтобы эта пара росла и двигалась к нашей с вами цели на уровне 1.45. СНП 2732 пункта. Хай, который был зафиксирован несколько дней назад. 2884 пункта. Я очень надеюсь, что наконец-таки на рынок вернулись продавцы, которые должны были это сделать очень еще давно. То, что сейчас идет серьезная коррекция, которая, скорее всего, перерастет, друзья, в новый нисходящий тренд, доказывает то, что сломалась модель V-образного восстановления. То есть, и фактически мы будем иметь дело с моделью восстановления по формации буквы WTI. То есть, это означает, что нас ожидает еще один спад и, возможно, обновление минимумов, которые были ранее достигнуты. Это на отметке 2000 пунктов. Евро против доллара 1.0850. Завтра встреча лидеров Европейского Союза уверен ни о чем не договорятся. И отсутствие какого-то единого политического решения позволит нам спекулировать на теме следующего неизбежного развала, еще большего развала после выхода еще в Англии, развала Европейского Союза. Также Банков Америка предлагает ориентир покруче Goldman Sachs. Это цель 1.05. Но я, друзья, советую присматриваться к паритету. Фонд против доллара 1.2279. И здесь британская валюта тоже валится, как еще один риск на фоне панических настроений, на фоне роста доллара. В эту пятницу Мишель Бранье, который является главным переговорщиком АТС, проведет пресс-конференцию и доложит о прогрессе касательно Брекзита. Ну, как вы понимаете, скорее всего, хороших новостей там не будет. Сегодня у нас в 9.00 по московскому времени данные по инфляции, которые могут, так же, как и по аналогии с Банком Канады, стать еще одним доказательством неизбежности и возможности новых мер экономического стимулирования. И еще один момент, фактор против фунта – это высокая вероятность продления карантинных мер в Англии до конца мая. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.